всем привет добро пожаловать на мой канал с вами снова настя сегодня снимаю обзор южного окна своей комнате сейчас у нас уже сентябрь идет и думаю что нужно показать какие изменения происходят что сейчас новенького ну и то что вот видите мы я занесла растение с балкона как они себя чувствуют вот вы можете заметить что мне светильник включен потому что вот в этот угол из-за пасмурной погоды солнце мало попадает а там стоит светолюбивый жасмин на подоконник я его не хочу ставить ну потому что здесь у меня более такие приоритетные растения стоят такие как хои тоже которым нужно много света и так как хоечки малыши и все-таки я считаю что лучше естественного света ничего нет поэтому пусть они лучше здесь стоят чем под досветкой а уже свин он уже у меня старичок ему будет достаточно этого света конечно лампа мне не фито есть у меня фито лампы знаете но пока я фито лампы не вешаю это вообще маникюрная моя моя лампа которой я пользуюсь в работе а пока не пользуюсь так скажем свободное время она досвечивает вот этот уголочек также в этом уголочке стоит педилантус он у меня укоренился я так понимаю потому что он перестал сбрасывать листья есть единственное что мне не нравится что вот эти вот веточки он стал гнуть ну как сказать гнуть тянулся не знаю тянулся не знаю ему так удобно в общем я пока ничего и с этим не делаю не делала но потом наверное я буду как-то подпирать и чтобы он ровнее стал ну сейчас вот я подняла и чувство что там хрустнула корешок видимо вот смотрите нижние листья вот эти которые не сбросил я тоже не удаляла то что падала падала то что осталось осталось в общем вот так вот педилантус пока не очень красивый но в будущем мы его будем конечно же формировать и все будет хорошо в одном из последних видео говорила что сюда не буду ничего ставить хочу фоторамку повесить и конечно же фоторамки места опять нет потому что мне вот этот фикус некуда ставить на пол его не поставишь потому что но ребенок маленький его разнесет пришлось опять ставить сюда ну вот стоит к место занимает я не знаю что делать с этим фикусом куда бы его пригромоздить но видите вот здесь более-менее нашлось ему место разрастается растет потихонечку моя лудизия наверное да я уже забыла название драгоценная в общем орхидею которые очень прекрасные листочки будто золотыми нитями прошиты в общем вроде бы ей хватает цвета хотя тоже этому растению нужно много света но здесь южное окно и она прямо как бы особенно когда солнце садится свет попадает принципе я думаю что достаточно ему света фикус бенджамина который пестролистный тоже в принципе себя чувствует хорошо я вот думаю может быть его еще подстричь как-то минимизировать его не хочу я его слишком большим хочу как маленькое такое миниатюрное деревце здесь рядышком продолжает расти тронулся в рост называется это у меня карно за 3 колой триколор бывшая даже если смотреть по старым листьям до которая пошла в зелень и в общем-то пошла жить она отдельно вот в общем она у у меня после того как я занесла с балкона тронулась активно в рост и в принципе растет пока что ничего не трогаю не знаю как я буду дальше ее формировать вообще по идее хотела как-то более компактненько наверное на дугу но посмотрим время покажет может быть она притормозится даже если она сильно не будет разрастаться пусть как свисающая ли она же здесь и будет так здесь у меня колладиум смотрите по одному листочку осталось вот у малыша вообще отвалился вот высох конкретно а побольше растения вот один лист и вот пожалуйста последний листочек остался ну сейчас он начнет увидать я ему просто срежу все и все так далее ох у нас солнышко вышло последнее время так его не хватает пасмурные дни так резко пришла осень было жарко жарко 30 градусов и резко выхолодало в два раза 15 все сообщи да вот сейчас солнышко вышло 15 показ так вообще конечно очень холодно здесь мои орхидейки стоят зацвела моя я лу как бы ее показать она здесь в уголочке притаилась я лу красавица моя зацвела не помню в прошлых видео я показывала что она уже открыла или еще тогда она не открыла ну в общем вот она зацвела 4 цветочка уже открыла скучала я скучала по ней по ее цветение ну вот дождалась переживала что из-за жары она будет очень бледная но более или менее вроде крапушки есть так ну жду конечно же цветоносов от всех кто не цветет вот это вот у меня пират пикати здесь стоит там сладкая девочка цветет продолжает меня радовать моя легатушка как вот ее показать она стоит смотрит в окошко и когда гулять выхожу с ребенка всегда смотрю на свое окно и вижу как она выглядывает на улице так красиво смотрится когда орхидеи смотрят в окно раньше старалась разворачивать к себе сейчас как-то пусть смотрят в окно так здесь а кстати обратите внимание я стерла уже со всех листьев препарат которым обрабатывала от клеща поэтому листочки у нас уже глянцевые коечки все так хотела не трогать так рим сам queen моя снова притормозилась там ростик я вижу вроде бы на окончательно высох вроде в общем пока она опять не растет у меня вот такие вот у нее листочки симпатичные розовый цвет уже почти побелел сошел ну кто не знает когда у нее новые листики только выходят они такие нежные розовые вот этот белый белый цвет вот этот который он розового цвета в общем как похоже чем-то на карнозу триколор но только у карнозы это окаймление белое идет по серединке вот эта пестрота у crimson queen по краям по моему это даже называется альба маргинатная пестрота что ли ну вот примеру макрофилла альба маргината вот так и называется она потому что у нее это вот пестрота она идет по краешкам обожаю это эту хую и даже коротенькое видео у меня в ю тубе есть шорт называется посвященная вот этой вот ходечки не могла я на нее смотреть когда она была опрыскана препаратами поэтому протерла быстрее всем уже листочки думаю что клещ если он был он уже погиб и там две две с половиной недели было думаю что даже если новые личинки вылупились они тоже уже погибли в общем вот ну конечно для профилактики нужно будет наблюдать вот что я конечно же буду делать далее следующая красота это у меня кое каудата я думаю что сплэш все таки не голд конечно но когда-то со сплэшиком вроде бы как должна быть у меня но видите все таки у меня череночек был слабенький листочки пока еще с маленьким сплэшем плюс еще конечно осень нагрянуло солнце мало и сплэшиков становится все меньше и меньше это я еще заметила на своей матильда чки следующем обзоре я покажу от матильду она мне пошла активно в рост вот и там тоже знаете сплэш этот очень очень так скажем минимально у неё вот кауда-то мне так понравились хуи вот с такими вот листьями ондулата мне приглянулась конечно это хуя не бюджетная но надеюсь когда-нибудь я найду у себя может быть в городе и хочу себе тоже в коллекцию ондулата вообще заболела хуями не могу прям себя остановить но сдерживаю смотрю смотрю пока выбираю прям такие которые душу прям вот запали все хуи не хватаю так скажем и поэтому пока что то что я хочу наличие у нас нету а заказывать по почте я не специально не заказываю это у меня как бы что воздерживала так это у меня смотрите да закисает вот-вот засоление идет почва это конечно минус кокосового грунта здесь у меня хуя хишкелиана вот у нее видите два новых листика она потихоньку растет у меня видимо я немножко сильно залила я потом это аккуратненько уберу этот слой это как плесень как записание в общем не очень-то красиво конечно но вот такое возможно в чисто кокосовом торфе кокосовый торф вообще очень благоприятная среда как оказалось для грибковых всяких различных заболеваний поэтому надо будет отходить от этого грунта далее здесь у меня сейчас скажу название так не хочется ее барнео в общем вы видите смотрите он у меня я все радовалась наблюдала за ним что между пазухой листьев у него вот там вот проклюнулась почка я все жду жду а сегодня утром пац подхожу такая и вижу что у него и на кончике уже даже листочки образуются чему я безусловно очень очень рада в общем вот так вот хоечки малыши поживают такие вот дела у них здесь у меня продолжает радовать меня young home принцесс мой беглипчик кстати помните наверное у меня был беглип я не помню рассказывал или нет желтый такой беглип я покупала его почте прошлой осенью ну примерно год назад так вот этом в это лето он не выдержал буквально просто вот за два дня развалился не знаю как это произошло ну вот резко видимо болезнь может быть сидела уже в нем загнила шея и их ее потеряла так скажем очень обидно потому что беглип красивый очень я его хотела вот ну к сожалению беглип у меня теперь только один вот этот young home принцесс кстати я вижу там уже видите увидать начинают потихонечку что-то в этом году у меня пока еще цветоносов никто не по выдавал новых пока вот радуемся те кто их там зацвел вот эта красавица и также продолжает меня радовать микки кроун не буду крутить наверное вертеть так вот поверну личико конечно весь и выгорел уже бледненький я его все лето хотела пересадить вот он у меня в маленьком горшочке хочу его побольше горшок чтобы он начал уже как-то покрупнее пообильнее цвести потому что ну максимум вот пять цветочков он мне подарил цветение не очень-то обильно я думаю что может быть его большой горшочек посадить и он будет обильнее цвести так ну и там орхидейки стоят я сюда принесла другого окошка орхидейку и белая моя орхидея ну в общем когда уже цветут конечно посмотрим на эту красоту ну вот и все вот такое вот видео я вам сегодня хотела снять показать рассказать да вот у меня сыночек уже меня зовет всем спасибо за просмотр всем пока пока до новых встреч